Первый матч 1-8 финала Лиги Чемпионов «Шахтер» Баруссия, проходивший несчастливого 13 февраля на стадионе Донбасс-Арена, начался с минуты молчания. Таким традиционным и эмоциональным моментом участники матча, тренеры двух команд и присутствующие на стадионе зрители, почтили память жертв авиакатастрофы, произошедшей всего за несколько часов до начала матча в аэропорту Донецка, где совершил аварийную посадку самолет с фанатами горняков из Одессы. Самолет Ан-24, принадлежавший авиакомпании Южной авиалинии, совершая рейс из Одессы в Донецк, был вынужден зайти на аварийную посадку. При этом произошло возгорание одного из двигателей. В результате сверхжёсткого приземления самолет развалился. На борту авиасудна находилось 52 человека, из которых 8 – члены экипажа. Для пяти пассажиров перелёт в Донецк, к сожалению, оказался смертельным. При крушении Ан-24 получили ранения 26 человек, почти у всех травмы средней тяжести. Члены экипажа и пассажиры рассказывали, что пилот решился на второй круг при посадке, в результате чего из одного двигателя шёл дым, а второй загорелся. «Были люди зажаты в сиденьях самолёта, то есть самолёт полностью перевернуло верх ногами, по большому счёту произошёл надлом кресел, то есть именно за счёт трещины, которая образовалась в самолёте при падении, нам удалось выбраться из самолёта до его возгорания». «Мне было тяжело, с обломка вылезти, я увидел, что я живой, это нормально, да, всё это, и уже когда я видел, что идёт пламя, я кричал, мне надо ко мне, я сам выйду». Самолёт Ан-24 совершал чартерный рейс, в котором одесские любители футбола собирались после матча в Донецке вернуться в Одессу. Днём четверг стало известно, что в списке погибших в авиакатастрофе был помощник председателя Одесского областного совета Валерий Бобков. По данным, которые озвучил прокурор Донецкой области Владимир Вышинский, в списке погибших значатся пассажиры с фамилиями Горбатенко, Песня, Бутенко и Грушевич. Кроме того, по словам Вышинского, введенный реестр досудебных расследований, занесены вопросы, касающиеся проверки действий наземных служб при регистрации пассажиров. По предварительным данным, пять пассажиров по тем или иным причинам не были зарегистрированы. Ещё проводится расследование, заявил прокурор. Среди пострадавших в результате авиакрушения в Донецке – депутат Одесского областного совета Андрей Андрусенко. Он получил травму позвоночника. По некоторым данным, операцию ему будут делать в Одессе. Для проведения аварийно-спасательных работ во время крушения самолёта Ан-24 в Донецком аэропорту было привлечено 438 человек и 82 единицы техники спасательных служб МЧС. На место трагедии в срочном порядке влетела Государственная комиссия во главе с вице-премьер-министром Александром Вилкулом. Было организовано эффективное устранение аварий, тушения и спасения людей. Уже ночью, кому было необходимо, были размещены люди в гостиницах. Организована всяческая поддержка, помощь и доставка. Как отметил замглавы правительства Александр Вилкул, с самолёта сняты чёрные ящики. Специалисты приступят к анализу причин катастрофы. Однако, по имеющейся информации, самолёт прошёл все необходимые ремонтные процедуры и был полностью готов к выполнению рейса. Всё соответствует требованиям, которые на сегодняшний день предъявляет Европа. То бишь, к самолёту и не могло быть, потому что, по тем данным, которые мы имеем, произошло не из-за того, что какая-то неисправность самолёта, произошло из-за тумана. Попросту говоря так, я думаю, что это человеческий фактор. Лайнер построен в 1973 году и принадлежит Южным авиалиниям. Компания выполняла чартерные рейсы. На сегодняшний день полёты самолётов этой авиакомпании прекращены. По факту крушения начато уголовное дело по части 3 статьи 276 нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее гибель людей. Виновным может грозить от 5 до 10 лет.